Виноград – краса севера. Виноград – южная, любящая тепло растения. Но садоводы северных регионов тоже имеют возможность получить на своем приусадебном участке сладкие ягоды. Для этих целей были выведены специальные морозостойкие виды. Один из них – краса севера. История сорта. Виноград – краса севера произрастает в различных регионах нашей страны уже на протяжении нескольких десятков лет. В госреестре сорт был зарегистрирован в 94-х году прошлого столетия, хотя известен в садоводческом сообществе он был с конца 70-х годов. Сорт гибридный, получен путем склещивания зари севера Тайфи. Благодаря супругам, работавшими над его созданием, получил название княгиня Ольга, так звали их дочь, впоследствии просто Ольга. Таким образом, два названия – краса севера и Ольга – обозначают один сорт, а не его разновидности. Создавался данный сорт специально для виноградарства в условиях северных регионов нашей страны, в том числе в Адмосковье. На сегодняшний день виноград Ольга считается лучшим по своим морозостойким качествам. Описание винограда – краса севера. Это столовый виноград, относящийся к ранеспелому типу, срок созревания в среднем составляет 110-115 дней. Гроздья крупной и конической формы. Одна гроздь весит около 250 грамм. Несмотря на то, что у винограда краса столовой и характеристики, некоторые садоводы приготовляют из него очень хорошее терпкое домашнее вино. Краса севера. Каждая ягода на грозде крупная, овальной формы. Сочная, вкус несколько терпкий, но приятный, с елизаметной кислинкой. Цвет кожуры – зеленовато-желтый при полном созревании приобретает белый цвет с розоватыми вставками. Время созревания – конец августа, начало сентября, в зависимости от региона. Устойчив к низким зимним температурам. Без дополнительной защиты – до минус 25 градусов, с правильным укрытием выдерживает до минус 30 градусов. Агротехника. Несмотря на то, что сорт выводился специально для северных территорий, он требует правильного выбора места посадки и тщательного ухода. Участок должен быть малопродуваем ветрами и с хорошим доступом солнечных лучей. Кроме того, требуются следующие условия – лоза практически не переносит любое затенение, при таких условиях срок возревания увеличивается. Многократно качество ягод ухудшается, иммунитет снижается, риск поражения грибками и паразитами увеличивается. Сажать виноград в низинах не рекомендуется, там существенно холоднее, что может повредить культуре. Не стоит располагать красу рядом с дорогой или с северной стороны. Здесь почва, наиболее склонная к промерзанию, виноградные ряды лучше всего располагать с севера на юг, так все. Посадка будет получать доступ к солнечным лучам. В первой половине дня одна сторона, во второй – другая. Подготовка ямы для посадки виноградной лозой требует обязательной защиты от промерзания, поэтому растения сажают на глубину 35-40 сантиметров. Соблюдая при этом следующие правила – выкапывается траншея. В выкопанной траншеи устраиваются небольшие углубления размером 800 умножить на 800 мм. Углубление организуется на расстоянии вторых метров. Подготовка ямы для посадки с боков располагает доски или шифер внизу. Организуется дренажная система на основе гравия. Поверх него укладывают утепляющий слой зреток и щепы. Дальше производится смешивание перегноя и фосфор на калинах удобрений. 100 грамм на ведро перегноя добавляют 0,5 ведра золы. Полученную смесь высыпают на подготовленный дренаж и притаптывают сверху. Весь пирог засыпается землей. Высадка саженцев в грунт. Срок высадки саженцев винограда красав грунт. Первая декада июня. К этому моменту заморозки уже не возвращаются, поэтому вероятность приживаемости растения выше. Действовать следует по следующему алгоритму. Корневая система освобождается от упаковочного материала и расправляется земля с корней. Отряхивается и саженец помещает в отготовленное заранее углубление. Оставшиеся пустые места засыпают землей таким образом, чтобы до края траншеи осталось порядка 40 сантиметров. При этом черенок должен быть полностью закрыт грунтом. При таких условиях будут появляться новые корни, которые в процессе роста обеспечат кусту дополнительное питание. Землю необходимо утрамбовать. По окончании посадки саженцев их необходимо обильно полить два ведра воды под каждый посаженный куст. Высадка саженцев в грунт. В процессе роста каждый высаженный куст винограда необходимо подвязывать и отрезать остростки над вторым виноградным листом. Для дальнейшего облегчения ухода за виноградником рекомендуется сразу установить шпалеры. С боков выкопанной траншеи вкапывают небольшие столбики и натягивают несколько рядов проволоки или веревки. К ним в дальнейшем будет удобно подвязывать растущий куст. Особого внимания виноград краса севера требует в первые три года с момента посадки. Необходимо внимательно следить за ростом своевременно. Подвязывать и хорошо утеплять на зиму. Зачастую лазу виноград реформируют так называемым веером. Для этого формируют рукава, позволяющие растению наращивать объем древесины. В первый год после высадки в грунт оставляется два сильнейших побега. Остальные удаляются осенью. Верхушки виноградного куста обрезают на 35-40 см. На следующий год оставляются четыре побега. Остальные удаляются полученные рукава. Привязываются к шпалерии, стараясь выдержать угол, не превышающим 45 градусов. В августе производится чеканка. Обычно большая половина побега растения не успевают вызреть. Невозревающую часть обрезают. Обрезка происходит над верней проволокой. Благодаря этому формируется прекрасный урожай. Грозди получаются крупными имя систами. Октябрь месяц завершающей обрезки требуется оторвать все оставшиеся листья и удалить побеги с невозревшими плодами. Виноград краса севера требуется постоянно поливать, особенно в первой половине летнего периода. Полив производят утром или в вечернее время после ухода солнечных лучей. Важно! Нельзя, чтобы вода попала на листву, это вызовет ожог. Для этих целей очень распространен капельный полив, он гарантирует непопадание воды на листья. Подкормка виноградных лос для винограда используют и корневые, и внекорневые. Для внесения их соблюдают следующие сроки. Весной в специальное углубление под кустон закладывают по 55 грамм азотных, 45 грамм фосфорных и 35 грамм калийных удобряющих веществ и присыпают грунтом. За 10 дней до расцветания разводят водой куриный помет, добавляется суперфосфат и калийный соль. В момент образования маленьких виноградных ягод производят повторную обработку куриным пометом. В момент созревания плодов винограда вносят калийные и фосфорные удобрения. Подготовка к зимнему периоду гроздья и сорта винограда Ольга требуется собрать не позднее окончания второй декады сентября. Дальше побеги снимаются со шпалеры и проводится предварительная обрезка всех слабых и некрупных побегов. После 15 октября производится финальная обрезка. В этот момент все листья убираются и грунт очищают от всех увядших растений и опавших листьев. Обработанные ножницами лозы связываются вместе и опрыскиваются раствором железного купороса. Им же опрыскивают почву вокруг кустов. Далее все побеги обсыпают древесной золой. Данная процедура делается для профилактики от грибковых заболеваний. Далее по периметру виноградных рядов кладут приманку для грызунов с отравой. Им очень нравятся вкусовые качества виноградной лозы. Саму почву вокруг кустов укрывают иловым лапником, картоном или досками для утепления корней винограда. Подготовка к зимнему периоду преимущества и недостатки сорта. У сорта окраса севера следующее преимущество. Урожайность винограда высока, до 10-12 кг с одного растения, сочный, вкус несколько терпкий, но приятный. Съели заметные кислинки, малый срок созревания винограда – 110-115 дней, долгий срок сохранности плодов и хорошее приспособленность к транспортировке, морозоустойчивость, красота грозей и правильно выращенных кустов винограда, ягоды винограда. Краса севера сохраняет свою оболочку даже в условиях большой влажности. Присутствуют и минусы – слабая способность сопротивления винограда к типовым болезням, слабая сопротивляемость винограда к поражению вредителями и птицами. Несомненно, плюсов у сорта больше, а значит он достоин занять место на участке.